Сделано в ветке По волнам нашей памяти Можно так сказать И сегодня наша машина времени Принесет нас в твоем лице, Евгений Принесет нас в 1981 год Мчимся голопом по волнам Все уже ближе и поближе К нашим дням В 1981 год Первый год после Олимпиады На мой взгляд Это был серый год, как сегодняшняя погода Это был такой выдох После эйфории После ожидания После праздника Всегда бывает такое Похмелье, не похмелье Но после Олимпиады С началом войны в Афганистане В принципе Россия-то и не выправилась Это чувствовалось По всем подробно Скажем И почему повышались цены Но вот Общий депрессивный настрой Чувствуется даже по фотографиям Я перелистал вчера и город Ирафья Вообще вот 1981 год Ходит публика Вот нет единого стиля То в чем Это и это огромные мохнатые собачьи шапки И это вязаные петушки С шапочкой с надписью Олимпиада 80 Их видимо очень массово Их много сделали Да, лепили Наверное наше Новин И все Кому не лень И это Искусственные шубы И у женщин И вот у мужиков Эти уже Вообще свалявшиеся Все И это курт И с капюшоном Вот Армейские бушлаты Вот даже Ну и дублен Конечно уже стали появляться Уже И проникают И Аляс И Танкеры В общем Совершенно разношерстная публика По городу ходят троллейбусы Двухдверных Еще полно Старых ЗИУ-5 И трехдверные И автобусы Лиазис Это возы Это оранжеры Автобусы Которые вытащили И вывезли Фактически все наши Восьмидесятые Ну народ-то уже чувствует Все-таки На себе В восемьдесят первом году Наверное На своей шкуре И быстро После олимпиады Почувствовали Знаменитый тезис Брежнева Что Аномия должна быть Аномной Товарища Аномия должна быть Ну вот Шавающая Не ушел я еще Шавающая Посмотрел Вот я уже Каждую передачу говорю Уходить надо было А Брежневу Ренемя бы свое Сохранил Но Не отпускали Говорят Он бы и раб Стремительно Дряхлел Руководитель страны Стремительно Дряхляла власть Старела Вообще все Подбюро уже было Очень Приломных лет Фактически Рейтинг в народе Был не такой Но тем не менее В восемьдесят первом году Еще ударила Эта экономика Должна быть Экономной А в чем это выразилось Бензин подорожал До тридцати Эпи За литр А был Двадцать Эпи Это уже Хотя машин Конечно было немного Но это ощутили не все Зато все ощутили То что вот Стало стоить Пять рублей Тридцать Эпи А было Тридцать Просто дети Стало есть Меньше Видимо Вот Кто Сильно Употреблял Знаменитые Болгарс Эсигареты Вот интересно Сейчас бы Не знаю Вот именно Теп Урить Наверное Не каждый бы Осилил бы сигарету Дэнса Они не сгорали Это так и есть Быстро И долго Долго Надо было Урить Но они стали стоить Стюартеса Ту-134 Опал Родопи Да Что там еще не помню Они стали стоить Пятьдесят Эпи Вместо Были Тридцать Пяти Тридцати Пяти Подорожали Эвры Хрусталь Золото Ну вот Трудно Сказать Что Это сильно Повлияло Но тем не менее В магазинах Ничего хорошего В принципе Ну я не скажу Что пустые Полки Но хорошего Вот именно Того Чтобы пользовалось Спросом Например Даже В районных Магазинах Вот пол И были забиты Но висели Вот эти Советс И драповое пальто И это эти Устаревшие Женские Там Курт И прочее Теоретически И можно было Упить И не замерзнуть И не умереть Но В принципе Я уже говорил Что в эту пору Особенно Выходные дни Все автобусы Которые Ехали в сторону На авиации Были переполнены И за хорошими вещами Все ездили Ее называли На Барахолку На Толкучку В Чижим И там покупали И Батнич И Аляс И все Еще Жень Просто в это же время Помимо Барахолки Еще очень активно Ездили в Чепецк Потому что там Еще сохранялось Столичное снабжение В связи С комбинатом С нашим Там еще можно было Что-то взять И по леспромхозам По леспромхозам Активно Но машин было мало Поэтому И шоптуры были Там Если у кого-то Был автомобиль Или на автобусе Даже ездили Куда-то Мурыгин Или на поезде В сторону Садились на машину Куда-нибудь В Апарино По этим самым Леспромхозам Там были Магазины свои У них Калпуски Это Дорсовские магазины И там что-то Еще можно было Ну вот люди Самоснабжались В принципе Вот Чтобы Что-то Зайти Упить Я помню В ЦУМе Был еще студентом Выстаивал Очередь Я случайно Зашел И продавали И это Импортные Осенние Мужские Сапоги Ну вот Сейчас За Вот Остроносая Тогда Мода Возникла Это И же Были Сапоги Высокий Каблу И острый Нос И еще Жестян Этого Носа Стоял Стоял Блин Моего размера Не досталось Вот Горе На размер Меньше Я специально Разнашивал Там Какую-то Мне Жидкость Для Разнашивания Все Ну я Растоптал Но вот Тем не менее А потом Оказалось Что даже Студиозы И сельхоз Упали Сразу Мчались И за Две Цены Продавали Там же И полгорода Ходили Видимо Выброс Был Большой Завоз Полгорода Ходили В таких Сапогах Но Все Уже Конечно Взяли Через Через Перекупщиков Нормально Через Фарцовщиков Как и говорили Тогда Бензин Вот Я Поражался Конечно Машины Машин было Мало А в 81 Всегда Были Перебои С бензином Особенно Весной И осенью Вот И почему-то Власти Это Мотивировали Тем Что у нас Уборочная Или Посевная Я до сих пор Не могу Понять Почему Уборочная Посевная Нет Бензина Там Ну был 76 66 Ты не знаю Был ли Тогда В ту пору Вот А все В принципе Тракторы На солярке Бензина Не было Поэтому Рано По утрам Огромные Очереди Возле Ред Еще в городе Бензозаправа Выставили И давали По моему Не больше 20 литров В одни руки В один бензобак Скорее В руки Толсточный Бензин Не давали Ну То в канистры То Ну Там Не все Могли Подъехать Потому что Мотоцикл Если есть То тоже Надо было Заправлять Да А интересно Что в 81 Уже Машину Упить Надо было Собирать Все эти Рекомендации В профкоме На работе Записываться В очередь Все Ну можно было Упить Можно было срок Купить За 2000 Убитую Срок Да И это уже Гораздо проще Процедура Убитую Упить Он был Единственный Автосервис В ту пору Это Улица Ломоносова Он и сейчас Наверное Скорее всего Существует Но это Было официально Это были Роли Потому что В магазине Автолюбитель Пустые пол И еще Не было Даже спекулянтов Которые Из-под полы Что-то там Могли Перепродавать Ну По крайней мере На виду Их Не мельтешили Не попадались И вот Сервис Там и ветераны Войны В первую очередь Там еще Кто-то туда Попасть И поэтому Химичали Могли Вот на заводе Лепся Я знаю Что Даже Банальнейшее Ну Мужи и поймут Там что Эти Масляные Фильтры Это С кружку Размером Фиговина Вот она Обычно Год проходит И отвинчиваешь Выпрашиваешь Покупаешь И следующее Не было этих Фильтров Их распиливали Ножовкой Пополам Доставали Фильтрующий Элемент Ставили Какой-то Подбирали Ртон Делали Резиновый Проклад И хомутами Стягивали Этот фильтр И ставили На Жигули Своей Обратно Вот И делали Там На заводах Ну Видимо Контроль Был такой Что Особого Это сейчас Там На хороших Предприятиях У каждого Станка Видеонаблюдение И смотрится Человек Работает Не ушел Ли он Покурить Куда-то Внеурочное Время И все Тогда На заводах В принципе Мастеровых Было много И вот Лепили шаровые Опоры Там В общем Все что Что могли Своими руками На оборонных Заводах Ир В 81 Году Для Исправляя Ошибки Я помню Прекрасно Там Сюда Человек Говорит Проблема У него Проблема Это Кто-то Умный Говорит Слушай Я позвонил По этому Телефону Там Такой Мужик Он Работает На 20 Протсъезде У него Золотые руки Он мне Сделал Человек Почти официально Звонил Заказывал Чувак У себя На заводе Это делал Выносил И Продавал Разумеется Интересно Был еще Такой Прикол Этого Времени Машину Это Всем Хотелось Они Не Продавались Но Инвалидам Выдавали Запорожцы Это еще 30-ти сильные В 81 Году Ушастые Запорожцы Назывались Они Неофициально Мотопротезы Эти Мотопротезы Инвалид Обычно Изнашивал В Драбадан Потому что Он знал Ему поменяют Через 3 года Или после Какого-то Срока И вот Наступало Время Об этом Массы Общественность Не оповещалась Но Свозили Почти тайно Изъятые У инвалидов Они мало того Что убитые За ними Не следили Не ремонтировали Да еще И перед сдачей Снимали Все Маломась Что там Было ценное И вот Эту рухлядь Свозили На базу В Дурне То есть Там поселок Новый Ну перед чистыми Кругами Там эта база И сейчас есть И по городу Проносился Слух Что запорожцы Вот И с ночи Выстраивалось Огромная Огромная Очередь Эти запорожцы Они по-моему От 500 рублей Продавались Но Смотрите Вот Эпей Ужигули Убитую В хлам Можно было Убить За 2000 Но Там Ремонт Обошелся А запорожец 500 рублей Потом Самые Первые Там 2-3 счастливца Они Выезжали Еще своим Ходом Там Все это Дребезжало Не до конца Разобранное Еще Дымило Там А остальные Все веревками Счастливые Там Стоими Вот Увозили Веревками Вот этот Металлолом Где-то Что-то Чинили Вот Люди Я знаю Что Брали Отпуск Ехали В город Запорожье Не просто Посмотреть На красоты А Запорожский Завод И отовариться Запчастями Вот Чтобы Хоть Вот Для такой Машины Но Многие Ездили Начинали У некоторых Вот Автомобильная Карьера Начиналась Именно Вот С этих Мотопротезов Купленных В дурнях Ну Слово Хорошее Мотопротезов Правда Так Реально Отражает То Что Это Было В общем Экономия Все Экономнее Вот Но Жизнь Все Веселее А то Сейчас Вот Вспоминает Начало У меня Наверное На всю Жизнь Оно В память Врезалось Был Один Магнит Альбом Знаменитый Там Начиналось Словами Дама Девушка Говорила Граждане И товарищи Дамы И господа Для вас Поет Свои Песни Александр Новиков Октябрь 1981 Год Это Вышел Первый Альбом Ну Не диск Конечно Магнит Альбом Знаменитый Сейчас Он Всегда В этом В трех Ордах В президиуме Новиков Популярнейший Певец Тогда Вышел У него Первый Который Стал Пользоваться Бешеным Спросом Магнит Альбом С Песней Которая Отправала Это Вези Меня Извозчик Мостовой А если Я за Сану Шмонад Мне Не надо И получи Хороший Был Вот В принципе За это И посадили Потом Хотя Там Говорили И Волна Ринулась Роме Новикова Появились Уже Очередная Волна Эмигрантов То есть Вилли Недавно Почивши Возе Вилли Первая Песня В 81 Году Уже Стал Записывать Но он Раньше Но они Стали Известны В 81 Розенбаум И Гоп Стоп Там Мы Подошли Из-за Угла И Прочее Прочее То есть Это Была Такая Новая Свежая Волна Потому Что Уже Нашу Эстраду Было Слушать Невозможно Если Год Назад Еще Там Был Прорыв Этих Прибалтов То Сейчас Все Писали Перезаписывали Благо Было На чем Потому Что Еще Был Шок 81 Года Вот Когда Ничего Не Предвещало Ничего Не Предвещало Прорыва Но Когда-то Люди В один Прекрасный День Зашли Зашли В дом Радио И Внезапно Увидели Чудо Техни И Причем Чудо Техни И Было Местного Производства Называлось Магнитофон Пристав Электроний ТА1003 То есть Наш Завод Имени Лепси Разродился И Начал Выпускать Магнитофоны Пристав И Высшего Класса Чем Действительно Высшего Класса Да Действительно Это Ну Хотя Там Были Заимствования Отовсюду Ну Это Естественно Вот Но Тем не менее Поначалу Была Электроника Она Стоила 1375 Рублей Потом Модифицировали Стал Олимп 003 Ну В 81 Еще Был Трой Он Уже Стоил 1675 Рублей Вот Представьте Я уже Говорил Убито 2000 Магнитофон Магнитофон 1675 Ну Что Вы Хотите Покупать И Средняя Зарплата Была Где-то Рублей 130 По-моему На Завод Лепси Вот По словам Очевидцев Звонили Писали Все Все Вся Страна Ну Японскую Технику В принципе Не Не Все Могли Хотя Люди Были Выездные Но Тащить Здоровенный Магнитофон А тут Такое Чудо Действительно Это Было Качество Великолепные Записи Ну Сревоса Хотя Позаимствовали Но Тем не менее Сделали Достойный Дизайн Разрабатывал Наш Вяц И дизайнер Андрей Позняков Вот И этого И последующих Моделей Вот Было Сделано Хорошо Даже Савелий Раморов И тот Он По-моему Упил Приезжал Или там Высылали Ему Несколько Олимпов Вот Люди Упали Кто-то За полную Стоимость Я был У одного Приятеля Конечно Я Пронис Нему Глубочайшим Почтением Что он Все свои Накопления Он Потратил На Олимп Но Скоро Конечно Случилось То Что и Должно Было Случиться С нашей Аномикой То есть Гнали план Большую часть Олимпов Там Быстро Быстро Там Доделывали Они Конечно И вся Совет Этихний Ломались Легче Было Продать Есть Чем Ремонтировать Потому что Там В принципе И не было Ни базы Ни возможностей Да и На завод Развращать Потом же Появилась У нас На улице Ленина 20 Вот Такая Специальная Организация По обслуживанию Стали Ну Сейчас Фирма А тогда Была Да и на Ленина Вот был Центр Лимп Лимп висит Но там Сантехнику Продают Возникло Понятие Не Эндиция И вот Эти Эндиционные Лимпы Продавали По 400 Рублей В Сделай Сам Магазин Он Юный Техник Он Юный Техник Был На Некрасово Сначала Там Был В Техник В 81 Он Был На Перерез Эссурикова И Некрасова Там Что-то продают Инструменты Но Там Тоже Люди Узнавали Правдами Неправдами Про Запорожцы Продаваемые А про Лимпы Тоже Узнавали Ну Когда Они Кондицию Привозили Да С ночи Там Выстраивалась Огромная Очередь За мебелью Я уже Говорил Там Стен Упал Там За Олимпами Холод Ветер Непогода И Ночь Люди Стояли Открывали Туда Вламывались Ну Человек Может Десять Могли Отовариться Иногда Действительно Попадался Ну Мел Аполлон Разъем Какой-то Надо Было Некоторые Были Убитые В Хламину Но Тем не менее Все В основном Но Все-таки За 400 Рублей Покупаешь Что Даже Если Он Довольно Сильно Убитый Там В итоге Со всеми Ремонтами Но Были То есть Всегда Ты Могли Взять Основу А там Уже Либо Завода Утащат Все равно Получалось Дешевле И поэтому В принципе Весь Город Иров Комплектовался Олимпами Ндиции А потом Из районов Везли Тоже Видимо Возили В район А что Там В сельском Магазине И Специалисты Чего Ни Не Работает Они Куда Они Привозили Например Были Вот По подобию Нынешних Ярмар Приезжал Какой-то Автомобиль От Идавали Фуфурона Задний Борт И оттуда Продавали Эти Олимпы Автомагазин Из района Возврат Вот Все Отоваривались Ну Вот так Вот Весело Жили Вот Конечно Сейчас Ночь Простоять За Олимпом Тем Не Согласись Что 81 год Город Киров Прославился На всю Совершенно Страну С этими Олимпами Прославились Ну С электроникой Первое название Потому что Спрос на них Был огромный По всей стране Электроник И потом Передали Во Фрязино Первые Были Город Фрязино Подмосковье Вот этим Голов И записывающий Стирающий Они Воспроизводящие Делались Во Фрязино Потом Свою освоили В Чапец И была линия Вот эти жгуты Проводов Делали В общем Все Там полобласти Было Ну не половина Конечно задействованы Ну много Подприятий Работали Смежных Ладно Ладно Я сделаю Перерыв На Мировое Положение Потому что Еще будем Говорить Еще Об одном Чуть О технике Я понял О чем О чем А угадай А вот не скажу Ну скажи А не знаешь Почему А сказал бы Сразу Ну ты же Сделаешь перерыв Чтобы было Ладно Надо поговорить О том Что в мире Состоялся Ну не могла же И область Во уме Жить А в мире Состоялась Инаугурация Уже довольно пожилого Стать Рональда Рейгана В качестве 39-го Президента США И тут же На него Практически Сразу Было Совершено Неудачное Покушение Ну в Китае Показательный Судебный процесс Банды Четырех Вот Вдова Мао Цзэдуна Были Приговори Смертной Казни Строч Исполнение Приговора Ну это Позже у нас Очиписто Отстроч А потом Амнистия И все это Вот что удивительное В Мадриде 200 человек Из гражданской Гвардии Взяли штурмом Здание Испанского Парламента И захватили Парламентариев Заложники Мирнейшая Мирнейшая страна Где-то Я был Год назад Тогда Волнения Были В Каталонии В Барселоне Свободу Пучдемону И т.д И там Идет Эта огромная Демонстрация На Целый Бульвар Барселоны Пара Спокойно Урящих Полисменов На скутере Каком-то Смотрят Индифферентно Идут Идут Не мешают Вот кстати Надо учиться А тогда Да и о страсти В Испании Бог ты мой Что там было Польское правительство Объявило о Сращении Продовольственного Обеспечения Артеча И внимание Четырехкратном Повышении Цен на продукты Питания Польша Артечки Но конечно Смотришь Фотографии Того же 81 года Вот Ну сейчас любят Выкладывать Из стран Соцлагеря Тот же Унылый Савок Был Те же Эти мохнатые Шапки Обвислые И это Грубые Ботинки Ябла Из дощатых Их-то ящиков Продавали на улицах И Польша Была бедная Нищина Единственное Тут конечно Дальше Те заморочка Началась Что СССР Видимо Начал И принудил Власти Польши Вести в стране Военное положение А за это Дело Новоизбранный Реган Он Вкатил Немало Санкций Тот Никто не знал Слово Санкции Но они Были Ну не знаю Наверное Может даже Круче Нынешних И хотя И газ В этом году В Европу Запустили И все Это мало Помогло Потому что Действительно И перед Олимпиадой Там санкции Были За За Афганистан За За Польшу Ну с Польшей Конечно Все было Очень сложно Но зато Потом Известно Чем это Закончилось Ну ладно В 81-м Компания IBM Разработала Свою версию Персонального Компьютера С операционной Системой Microsoft MS-DOS То есть Не Windows Еще был Такой Полностью Синий Кранчик Я еще Застал Эти компьютеры Появился Первый Персональный Компьютер IBM PC Вот Интересно Да Вот были А потом уже Вот Windows В 90-е годы Это Э В 81-м У нас Еще эти ЭВМ Вот Смотри В начале 90-х Когда был Фонд Раисы Горбачевой Они Помогали Независимой Прессе Компьютерами Первые Компьютеры Которые Посылали В том числе Выбор Не только В Кирове В всей стране Это было Они были IBM Система Microsoft Никакого Windows Устаревшая Уже В Хламину Ну Они Знаешь На фоне Того Что было У нас У нас Стояли Еще ЭВМ С Омноту Размером С Магнитными Лентами Со Сигнализировал Новую болезнь Синдром Приобретенного Иммунодефицита Тоже В 81-м году До сих пор Это тайно Покрытое мраком Откуда этот Спит То ли Сам вирус Мутировался То ли Убежал Откуда Это испробир И там Какой-то Боевой вирус Ну Непонятно Проблема До сих пор Актуальна И очень Актуальна Да Много Разных Людей В том числе И Знаменитых Нам Сигнализирует Уже Плохо От этого Вируса Ну У нас Еще Есть Почти Минута Закончили Уже Разные Часы Второе Покушение Года Это Ранение Папы Римс Иоанна Павла Второго Вот Ну И Доучи-то уж Раз там Двоих Ранили Рейгана И Папуа Но зато Убили Президента Египта Садата А лидером Страны Стал Мубарар Сделаем перерыв Под музыку Гип-хоп Потому что Первый альбом Тоже вышел В этом году Сделано в ветке Это программа Сделано в ветке В студии Николай Голиков Евгений Питунин И мы возвращаемся В 1981 год На чем мы там остановились А на двух На двух Неудавшихся покушениях Вот сервит Тюремная стена И на кончине Анвара Как сегодняшний пейзаж Ну В общем Два покушения Одно убийство Вот Садата Ну События года У нас же морозы были В 79-м Лютые А в Европу Они пришли В 81-м И даже В декабре В 81-го года Впервые в истории В 12-27 Замерз Биг Бен И остановились Часы На башне Тауэра В Лондоне И дела Ну В СССР В СССР Конечно Несчастный Леонид Ильич Брежнев Тут Еще всюду его Таскают Старика Где надо И где не надо Выступать Но тем не менее В 81-м Был В СССР Объявлен Профсоюз Польс и профсоюз Солидарность Был объявлен Ну сейчас бы назвали Стримис Это Онтрреволюционной Организацией Риторика Меняется Еще вот такой Малоизвестный факт Что в начале года Руководитель ЭГБ Андропов Направил В политбюро Записку В которой Отмечал Создание Среди интеллигенций Движения Русистов Ты не принадлежал? Нет Я вообще об этом Ни к чему не слышал Да Андропов Ставил вопрос А скорейшей ли Видации Этого движения Угрожавшего Омунистическим Устоям больше Чем так называемые Диссиденты Началось увольнение Русских деятелей Культуры Вот не знал Надо будет подробнее Посмотреть Что же это такое Ну вот В 81-м СССР Подписал Энтракты На поставку Природного газа Из Сибири В страны Западной Европы Вот на чем И сейчас Паразитируют Но вот Видимо Прибыль И Доходы От покупки Этого газа Снивелировала Вот эта Поддержка Действующего Режима Польши Принуждения К ведению Военного положения И С последующей Там уже тогда В Польше Ярузельский Появился Тогда как раз В 82-м году В 81-м Интересно В этом же году Власти СССР Ну я про события В СССР Да Дают разрешение Не Элизе Которая Которая Стала Культовым местом Стала культовым местом Сайгон Сайгон Раньше Была Просто Столовка Кофейня А Сайгон Ну и был я В этом Сайгоне Ну и в 81-м году Можно Там Много Что И сейчас Не устарели Песни Не по смыслам И это Там Вот Ну Писатель Войнович Тоже Все Вспоминает По разным Поводам Сейчас Именно В 81-м году За Порочащее Звание Гражданина СССР Лишен Советского Гражданства То есть За действия Порочащее Да Ну Чушь там Войнович В свое время Песню За Урим Перед стартом Распевал С трибуны Мавзолея Сам Хрущев Там И Тем не менее После этого Эту песню Стали печатать Только с указанием Автора-композитора Автор-текста Как-то пропал Из песенников Всюду из всех титров Там Из прочих Но и в конце года Была убита Аттриса Зоя Федорова До сих пор Это тайна Вот Мотивы тоже Непонятны Дело и не раскрыто Интересно Вот И были Сведения Криминальные Они конечно Были засекречены В 81-м Но Было зафиксировано Что проезд Через Ингуш Иосела Стал для сети Напасным Было убито Несколько Шоферов Официальные части Чечена Ингушетии Тогда И Северной Осетии Остались Безучастными В борьбе С нарастающей Волной Ингушской Преступности То есть Кто говорил В СССР Что была Дружба народов И все Вот оно В 80-м Это не Какой-то там Горбачев И перестрой Это Ребята 81-й год Еще Советская власть Ну ладно Снова поехали В Киров Что же у нас Еще в Ирове Ну давай Там про чудо техни Ой а ты Догадался Я думал что на улице Производственный завод Открылся Ну да Это единственное событие Открылся Завод Электробит Прибор Строили Строили Долго У нас была практика А слух то прошел По городу Что этот завод И стиральные машины У нас была практика По топографии В районе Вот деревни Не улен Это дурни Там Конечная остановка Сейчас 12-го автобуса И мы там С теодолитами Шастали И магазинчик Было холодно Уже октябрь Мы туда За портвейном И эти Местные Это жители Вы что тут Ребята Что тут С этими Приборами Тут же завод Будет Стиральных машин Строится Вот здесь Прямо В этом лесу Они Ой-ой-ой Там Всю деревню Тонаш Ведь тут Где-то Наверное Облегченно Вздохнули Но было построено С помощью Итальянцев Итальянцы Приезжали Итальянцы Приезжали Строили Привезли Очень много Разных Красивых Шмоточек Которые активно Они Не знаю Автобусами Что ли Возили За счет Этих Строителей Итальянских Очень многие Наши красавицы Отделись Очень неплохо Да Ну вот Где-то Пересекали Тем не менее Предприятие Изначально Было способно Выпускать 300 тысяч Стиральных машин В год То есть за год Фактически Все население Ира Но ведь Тогда никто Не знал Что такое Стиральная машина Автомат Не представляли Мирового прогресса Стирали Обычными машинами В виде такого Тубуса Куда сверху Забрасывали белье И где там Что-то Рутилось Но это тоже Была машина Вятка Где-то Производили Ну И вятка В том числе Была Стоила Они 80 рублей 80 Отжимать надо было Я помню Вот это Горячее Дымящееся Мокрое белье И были Два И овали Да Крутило Они отжимали И надо было Отжимать Вот это На пол вода Бежала Конечно В ванне И надо было Вручную Отжимать Но А представьте Вот менталитет И был Информизм Когда у меня Поставили Вятку Автомат На кухне У меня поставили Я же С заводом был немножко связан То есть там Насчет художественной Самодеятельности Я каждая Свою стирку записывал Специальный тетрадь Что положил Как получил Они еще скакали Тогда как безумные Еще с противовесами Были проблемы Но тем не менее Вот те люди Которые приходили Понимаешь Они вот как кино Смотрели Весь цикл стирки То есть Я при них Загружал И они потом Садились у меня На кухонке И не уходили Смотрели Как вот эта вся штука Крутится Как она воду Сливает Вливает Ну а в ЦУМе Вот там был целый За уто Ой вот этих вят Их никто не покупал Мы уже и ходили Говорят Да 200 рублей Да у меня баба Лучше постирает За 200 рублей Да она ничего не получит Она ничего там Не отжимает Да все это Нормально И на той машине Мы привыкли На такой И там эти машины Там уже всячески Уговаривали Была реклама агрессивная Даже завод Он привозил бесплатно И даже устанавливал Устанавливал бесплатно И подключал Там же была сложная система Подключение к электроэнергии Трехвазную А я тоже Мы с тобой Люди-то продвинутые Я тоже быстро Воспользовался А вот Для многих мечтой И вот все были И установка И у меня У жены был День рождения Вот она даже Не подозревала То есть я быстро Подсуетился Приходит с работы И стоит И вовсю Трусы полощат Автомат В доме И был такой шланг Это сейчас Куда-то его Делай Вот это Да он был С таким рючком И он цеплялся За край ванны Да-да-да Туда сливал Вот эту жидкость Зачастую этот шланг Из ванны слетал Ну надо было смотреть Да-да Сильный напор И когда заходишь У тебя там Ну не по колено Но сантиметров 10 Это и мыльная вода Мыльной воды Да еще какой-нибудь цвет Если цветное белье Это забавно было весьма Поэтому Была хорошая шутка Мы же ходили на демонстрации До 1-го 27-го ноября Я же как бы шел Во главе колонны Как музыкант И во главе колонны Мы уже перед трибунами Достаем сухое И народ почему-то верил в это Что вот как она быстро И хорошо стирает Вот такая была история Ну вот только к концу года Такой случился Перелом сознания И народ стал покупать Эти машины Тогда даже Потом поехали Со всего Советского Союза За ними То есть что Потом уже Да Где-то Они ломались Там этот командоаппарат Был первый Еще механичес И там что-то Трещало Щелкало И оно крутилось Перелучало И вот самая Распространенная Поломка Была этот командоаппарат Мне наверное Раза три На этой ветке Меняли Был ричневый Синий И зеленый Какой-то Вот Но даже Была популярная песня Землян Земля в иллюминаторе Да Тут переиначили Трусы в иллюминаторе И был Трусы в иллюминаторе Нет Но тем не менее Как не улыбайся Это на самом деле Вот вместе с этим Магнидафоном Который появился Электроникой Вот эта вятка Автомат машины Это был конечно Огромный знак И вот Киров Город очень Как сейчас говорят Бренд Это реально было Брендом города Кирова Вот как когда-то был Мотороллер Вятка брендом Да Потом вятка автомат И все прекрасно знали Где она делается Ну вот единственное Конечно Я же предлагал Вот хотя бы На базе музея Вятка ГУ Создать Выставку Вятских брендов Там начиная С Пузатого Мотороллера Вятка Вся линия Мотороллер Потому что Были вот у нас Славные заводы Типа физприбора Был свой музей Ведь физприбор Он Десяти Чуть не сто лет Он Производит И оборудование Инструкторы Приборы Физические И все Был музей Ничего нету На лыжном комбинате Был музей Вот сейчас На лыжном Пардон Не осталось Даже лыж военного времени Которые Вот первые лыжи Они снабжали Красную армию Время войны Они были Но там Где был этот музей Сейчас разграблен Вот пустой Стоит корпус С выбитыми стерлами Поэтому Вот бренды Вятки На мой взгляд Надо бы Это сейчас Сохранить Вот мы это можем Наверное Тем более Сейчас как бы Как раз Вятка вся в поисках Каких-то вот этих вещей Которые могут Такое-то содействие Оказать Ну вот Совместно с Эхом Москвы Тем не менее Будем считать это Твоим официальным Так сказать Обращением к людям Которые заинтересованы В создании такого музея У нас совсем немного времени Ну я тогда еще Об официозе Вот то что слушали Подпольное В 81-м началась Спансия итальянцев Россия Итальянцы Музыка была простая Вот стали узнавать Уже Там Челентан Атера Певца Там Альбана Армина Пауэр То-то Утунья Пупа Там и прочее Вот они Да Моранди Там много И господи Там целый перечень Ко мне вот это Не прилипло Но иногда В голове Вертится Что-то Типа Альсона Антарина Или не Альсона Но что-то Это фигня А из Официальных хитов В 81-го года Была Супер Песня Супер Клип даже А не песня Это Позвоним Не позвоним У Рабьева Ну это там Клип из фильма Был сделан Земляне Эскадеры Кскадер Кскадеры Я в Аре В ресторане Слышал На языке Оми Это было Бессмертное Исполнение Барбар Барбар Эскадер Эскадер И И Веросия У бабуш И живу И в зените Конечно взлетная песня Пугачева Из песни Маэстро Ну вот Итальянс Эмигрант Шансонова Пугачевская эстрада Под трусы В иллюминаторе Под этот Рутящиеся бобины На магнитофоне Олимп И под прочим И в ожидании 82-го года Зря сказал Что вот Мрачные серии Все-таки Были в нем Хорошие вещи А вот 82-й год Будет уже таким Довольно-таки Переломным Ну на этом мы сегодня закончим И встретимся Через две недели До встречи в следующем 82-м Сделано в ветке Сделано в ветке Сделано в ветке Сделано в ветке Сделано в ветке